Вот этот шумный агрегат лабораторная мельница. Здесь зерно, которое в каком-то смысле представляет из себя клейковину, окруженную своеобразным чехлом в виде жмыха, превращается в муку. Определить качество клейковины является одной из задач участников чемпионата мастерства, который на этой неделе проходит в Квантуме. А знаете, что дальше должны сделать с этой мукой участники? И это действие оценивается на оценку. Они должны подобрать правильное сито для просеивания муки. Все не так просто, наука. Почву с разной глубины, от 30 до 90 см, надо, образно говоря, попробовать на вкус, определить ее кислотность и щелочность, дать научно обоснованные рекомендации, какие удобрения в нее вносить и какие культуры выращивать. Таково задание для Вероники Лысенковой. Десятиклассница из Ступина дома уже собрала урожай помидоров, выращенных на гидропонике, стала поставщиком для зоомагазина. Короче, девушка в теме. Точно будет строить карьеру в сельхозиндустрии. Я думаю, что не можно, это нужно делать. Можно отключить? Да, конечно. Потому что это хлеб, это продовольственные продукты, конечно. С этим будущее. Задания даются на время. Каждая минута важна. За соседним рабочим столом школьница из Рузы Виктория Аксененко уже доделывает свою работу. Ей надо было выявить, чем именно болен вот этот овощ. Виктория уверенно работает с оборудованием, хотя в агрономы вообще-то идти не планирует. Ее призвание – медицина. Хочет стать стоматологом. Но никакие варианты для себя пока не исключает. В своей школе я учусь на естественном научном профиле, где углубленно изучаю биологию и химию. И когда мне предложили принять участие в данном корпусе, мне стало интересно проверить свои знания и также получить новый опыт. Может, все-таки бы у меня сердечко екнуло, я бы пошла в сельское хозяйство. Чемпионат проводится в обычном кабинете по биологии в Ершовском корпусе Звенигородской школы «Квантум». Между собой соревнуются ученики девяти школ со всего Подмосковья. Каждый из них должен выполнить пять достаточно специфичных профессиональных заданий. В свое время специально для таких чемпионатов «Квантум» закупила оборудование на 3 миллиона рублей. Это достаточно интересно детям, потому что у них есть возможность поработать с дорогим оборудованием. И вообще, в принципе, с оборудованием. Понять, что это такое. Посмотреть с другой стороны на предмет биологии, в том числе и химия. За честностью соревнований следят эксперты-наставники, незаинтересованные учителя биологии из других школ. Один из них – Татьяна Хударова из Нарофоминска, президент Ассоциации школ хозяйств и агрошкол России. Уверена, если власть, бизнес и сельхозпроизводители начнут работать сообща, молодежь из города поедет в деревню за достойной жизнью. Те же самые профессии, как селекционер, биотехнолог – это сегодня востребованные профессии. Максимум, могу сказать, выпускник Академии Тимирязева был устроен в прошлом году на зарплату в 500 тысяч рублей. А от 100 тысяч рублей, в принципе, вот именно по этим специальностям спокойно можно устроиться. Победителя регионального этапа будет представлять Московскую область на национальном финале чемпионата. Лучшие участники пройдут стажировку в научно-исследовательских институтах. И все это уже в 10-м классе. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».